Окей, продолжаем мы Аллахот. Шаббат мы остановились на странице 34. Мы сказали, что человек имеет право в Шаббат, если у него есть грязь на свою одежду, он имеет право не грязь, а это линд или там перо, что-то есть. Он хочет ее вытащить или даже с руками, он хочет взять и убрать. Имеет право он это в Шаббат делать, потому что это перо, даже у него никакого смысла нету, это считается час от одежды. Из-за этого одежду можно двигать сюда-туда, то же самое можно двигать это перо, отодвинуть ее, убрать ее. Насчет шаатнес, человек если купил какой-то костюм, что там имеет шаатнес, мы сказали, что самое лучшее до Шаббата его приготовить, чтобы покрыть с ним какие-то вещи, как, например, свое блюдо, тарелку или там занавеску как поставить, чтобы солнце не попадало, чтобы какой-то был для него кошерный пользу, без одевать его, и потом можно двигать его дома спокойно. Это был вчерашний разговор. Сегодня мы научились тоже, на 36 странице, что можно в Шаббат человеку одевать часы, даже если это место, которое не находится в Эру. Например, человек сейчас поехал в какой-то vacation куда-то, он имеет право одевать эти часы, и это не считается, что он таскает Шаббат. Почему? Потому что эти часы, они красивые, они считаются как тахшит, как джулери. Джулери как на русском будет? Это ювелир, это кто делает, это джулер. Дорогие часы, да, как джулери. Поэтому можно в Шаббат это таскать, и тоже можно в Шаббат, если у человека есть песок, время, который считает, вот так поворачивают его, и он время считает. Показывать. Для сафарадима это можно использовать, если в Шаббат нужно, для сафарадима это разрушено, ашкенозим запрещают, тоже digital watch, тоже можно, есть такие digital, как это показывает, digital the time, тоже можно в Шаббат его одевать, и мы боимся, что человек на него нажимал, это нету никакие запреты, чтобы человек его одевал, мы не должны подозревать, может быть он их будет нажимать, но мы полагаемся на человека. Чтобы вот такие дела не сделаем, потому что мы не имеем права новый Xero добавлять, поэтому даже digital часы можно человеку в Шаббат одевать. Насчет iPhone часы, вот такие часы, человек, когда он его двигает руку, она включается, поэтому это проблема в Шаббат. Кроме этого, там всякие вещи тоже, он меряет ваше сердце, меряет ваши шаги, ходит шаги, поэтому желательно вот эти iPhone, который имеет смартфон, смарт-вотч, не используется в Шаббат. 39, кова нейлон, даже, я имею ввиду, что нежелательно этот iPhone часы используется, даже если ты, вы сделали, чтобы он всегда был включенный, что когда вы вот руку поворачиваете, он не включается, он всегда включенный, все равно желательно его не используется. Почему? Потому что он меряет всякие вещи там, меряет ваше сердце, меряет ваших шагов, сколько вы ходили, дистанция, это всякие вещи, поэтому желательно этого не используется, даже если он всегда включенный оставили. 39, Раввари говорит, можно человеку в Шаббат одевать вот этот найлон, который находится на шляпу, когда дождь идет, у кого есть шляпа, она портится из-за дождя. Вот такой специальный найлон, можно в Шаббат его и оденеть на эту шляпу, и тоже с этой шляпой ходить даже на место, где нету эрув, на улице. Вы когда-то попали в Викейджинг, куда-то поехали, и дождь, вы хотите свою шляпу покрыть или свой пляж, какие-то есть, вот такие вещи, которые они принадлежат до протекции, от дождя. Как, например, вот эти rubbers для туфли, резиновые такие, для туфлей, чтобы дождь не попала. Это тоже можно в Шаббат одевать, можно его двигать. Равмоши Фанчин это запрет стрел, но это не наше мнение, кроваводия Иосифа это разрешает. Он говорит, мы боимся, чтобы эта вещь упала, вот этот найлон, и люди будут его таскать, вместо где нету эрув, проблема, из-за этого даже не одевай его. Поэтому, что некоторые Ашкеназимы это запрещают, потому что они подчиняются Равмоши Фанчин. Но Раввадия Иосиф это не запрещает, и говорит, что в наши времена этот найлон очень туго сидит, плотно сидит, и поэтому мы не должны подозревать, может быть, это упадет. Нету такого запрета. Можно в Шаббат человеку вот этот найлон для своей шляпки одевать. То же самое продолжается на странице 42, и говорит, человеку можно фен, вот это есть, который он ветер делает, с рукой, можно в Шаббат это делать. Подметать место, где она имеет tiles, кафель тоже можно, кафель или паркет, тоже плитки, можно в Шаббат это делать, только на земля, которая это земля, soil, вот это запрещено. То же самое говорит Раввадия, можно в Шаббат щетку чистить свою одежду, вот даже если в щетке какие-то части будут ломаться, когда мы падать, сломаться, нету этому запрет по тюрьму, потому что человек хочет своей одежду красиво представить, ради уважения Шаббат. Шаббат надо человеку одевать красиво, чисто, чтобы не было у него никакой вот этой грязи, нельзя ему мыть, нельзя ему что-то плевать, или воду чуть-чуть это сделать, и вот так чистить, это нельзя. Но щетки, если человек хочет просто пыль, или как пиро, или вот эти грязь, которые сверху она находится, можно человеку это стряхнуть от себя, чтобы красиво себя представил, ради уважения Шаббат. Баруха Адонай Леон, Амин, Амин.